Часть 7. Утром на следующий день, в среду, рыжая ручища Эрики просунулась в номер 2 апреля и уронила на пол длинный сиреневый конверт. На конверте Ганин равнодушно узнал косой, крупный, очень правильный почерк. Марка была наклеена вниз головой и в углу толстый палец Эрики оставил жирный след. Конверт был крепко надушен, и Ганин мельком подумал, что надушить письмо – то же, что опрыскать духами сапоги для того, чтобы перейти через улицу. Он надул щеки, выпустил воздух и сунул нераспечатанное письмо в карман. Спустя несколько минут он его опять вынул, повертел в руках и кинул на стол. Потом прошелся раза два по комнате. Все двери пансиона были открыты. Звуки утренней уборки мешались с шумом поездов, которые, пользуясь сквозняками, прокатывали по всем комнатам. Ганин, остававшийся по утрам дома, обычно сам выметал ссор, стелил постель. Он теперь спохватился, что второй день не убирал комнаты, и вышел в коридор в поисках щетки и тряпки. Лидия Николаевна с ведром в руке шуркнула мимо него, как мышь, и на ходу спросила, «Вам Эрика передала письмо?» Ганин молча кивнул и взял половую щетку, лежавшую на дубовом бауле. В зеркале прихожей он увидел отраженную глубину комнаты Алферова, дверь которой была настежь открыта. В этой солнечной глубине день был надивопогожий. Косой конус озаренной пыли проходил через угол письменного стола. И он с мучительной ясностью представил себе те фотографии, которые сперва ему показывал Алферов, и которые он потом с таким волнением рассматривал один, когда помешала ему Клара. На этих снимках Машенька была совсем такой, какой он ее помнил. И теперь страшно было подумать, что его прошлое лежит в чужом столе. В зеркале отражение захлопнулось. Это Лидия Николаевна, мышиными шажками просеменив по коридору, толкнула открытую дверь. Ганин со щеткой в руке вернулся в свою комнату. На столе лежало сиреневое пятно. Он вспомнил по быстрому сочетанию мыслей, вызванных этим пятном и отражением стола в зеркале, те другие очень старые письма, что хранились у него в черном бумажнике, лежащем рядом с крымским браунингом на дне чемодана. Он загреб длинный конверт со стола, локтем отпахнул пошире оконную раму и сильными своими пальцами разорвал накрест письмо, разорвал опять каждую долю, пустил лоскутки по ветру, и бумажные снежинки полетели, сияя в солнечную бездну. Один лоскуток порхнул на подоконник, и Ганин прочел на нем несколько изуродованных строк. Он щелчком скинул его с подоконника в бездну, откуда веяло запахом угля весенним простором, и, облегченно двинув плечами, принялся убирать комнату. Потом он слышал, как один за другим возвращались к обеду соседи, как Алферов громко смеялся, как Подтягин что-то мягко бормотал. И еще спустя некоторое время Эрика вышла в коридор и уныло забухала в гонг. Идя к обеду, он обогнал у двери столовой Клару, которая испуганно взглянула на него. И Ганин улыбнулся, да такой красивой и ласковой улыбкой, что Клара подумала, пускай он вор, а все-таки такого второго нет. Ганин открыл дверь, она наклонила голову и прошла мимо него в столовую. Остальные уже сидели по местам, и Лидия Николаевна, держа громадную ложку в крохотной увядшей руке, грустно разливала суп. У Подтягина сегодня опять ничего не вышло. Старику действительно не везло. Французы разрешили приехать, а немцы почему-то не выпускали. Между тем у него оставалось как раз достаточно средств, чтобы выехать. А продлись эта канитель еще неделю, деньги уйдут на жизнь, и тогда до Парижа не доберешься. Кушая суп, он рассказывал с каким-то грустным и медлительным юмором, как его гнали из одного отдела в другой, как он сам не мог объяснить, что ему нужно, и, как, наконец, усталый раздраженный чиновник, накричал на него. Ганин поднял глаза и сказал, «Да поедем туда завтра вместе, Антон Сергеевич. У меня времени вдоволь. Я помогу вам объясниться». Он точно хорошо говорил по-немецки. «Ну что же, спасибо», ответил Подтягин и снова, как вчера, заметил необычную светлость его лица. «А то, знаете, прямо хоть плачь. Опять два часа простоял в хвосте и вернулся ни с чем. Спасибо, Левушка». «Вот и у жены моей тоже будут хлопоты», заговорил Алферов. И с Ганином случилось то, чего никогда с ним не случалось. Он почувствовал, что нестерпимая краска медленно заливает ему лицо, горячо щекочет лоб, словно он напился уксуса. Идя к обеду, он не подумал о том, что эти люди, тени его изгнаннического сна, будут говорить о настоящей его жизни, о Машеньке. И с ужасом, со стыдом он вспомнил, что сам по невиденью своему третьего дня за обедом смеялся с другими над женой Алферова. И сегодня опять кто-нибудь мог усмехнуться. «Она, впрочем, у меня расторопная», говорил тем временем Алферов. «В обиду себя не даст, не даст себя в обиду, моя жонка». Колин и Граноцветов переглянулись, хихикнули. Ганин, кусая губы, опустив глаза, катал хлебный шарик. Он решил было встать и уйти, но потом пересилил себя. Подняв голову, он заставил себя взглянуть на Алферова. И, взглянув, подивился, как Машенька могла выйти за этого человека с жидкой бородкой и блестящим пухлым носом. И мысль, что он сидит рядом с мужчиной, который Машеньку трогал, знает ощущения ее губ, ее словечки, смех, движения, и теперь ждет ее. Эта мысль была ужасна. Но вместе с тем он ощущал какую-то волнующую гордость при воспоминании о том, что Машенька отдала ему, а не мужу, свое глубокое, неповторимое благоуханье. После обеда он вышел пройтись, потом влез на верхушку автобуса. Внизу проливались улицы, по солнечным зеркалам асфальта разбегались черные фигурки, автобус качался, грохотал, и Ганину казалось, что чужой город, проходивший перед ним, только движущийся снимок. Потом, вернувшись домой, он видел, как Подтягин стучался в номер Клары, и Подтягин показался ему тоже тенью, случайной и ненужной. Она что, опять в кого-то влюблен? Кивнул в сторону двери Антон Сергеевич, попивая чай у Клары. Не в вас ли? Та отвернулась, полная грудь ее поднялась и опустилась. Ей не верилось, что это могло быть так. Она боялась этого, боялась того Ганина, который шарил в чужом столе. Но все-таки ей был приятен вопрос Подтягина. Не в вас ли, Кларочка? Повторил он, дуя на чай и через пенсне, искоса поглядывая на нее. Он вчера порвал с Людмилой. Вдруг сказала Клара, чувствуя, что Подтягину можно проговориться. Я так и думал, кивнул старик со вкусом отхлебывая. Недаром он такой озаренный. Старому прочь, новому добро пожаловать. Слыхали, что он мне сегодня предложил. Завтра вместе со мной в полицию. Я буду у нее вечером, задумчиво сказала Клара. Бедняжка. У нее был загробный голос по телефону. Подтягин вздохнул. Что же, дело молодое. Ваша подруга утешится. Все это благо. А знаете, Кларочка, мне-то скоро помирать. Бог с вами, Антон Сергеевич, какие глупости. Нет, не глупости. Сегодня ночью опять был припадок. Сердце то во рту, то под кроватью. Бедный вы, забеспокоилась Клара. Ведь нужно доктора. Подтягин улыбнулся. Я пошутил. Мне напротив, куда легче эти дни, а припадок пустяк. Сам сейчас выдумал, чтобы посмотреть, как вы от часа распахнете. Если бы мы были в России, Кларочка, то за вами ухаживал бы земский врач или какой-нибудь солидный архитектор. Вы как, любите Россию? Очень. То-то же. Россию надо любить. Без нашей эмигрантской любви Россия крышка. Там ее никто не любит. Мне уже 26 лет, сказала Клара. Я целое утро стучу на машинке и пять раз в неделю работаю до шести. Я очень устаю. Я совершенно одна в Берлине. Как вы думаете, Антон Сергеевич, это долго будет так продолжаться? Не знаю, голубушка, вздохнул Подтягин. Сказал бы, да не знаю. Вот я тоже работал, журнал тут затеял. А теперь сижу на бабах. Дай бог только в Париж попасть. Там жить привольнее. Как вы думаете, попаду? Ну что вы, Антон Сергеевич, конечно, завтра все устроится. Привольнее и кажется дешевле, сказал Подтягин, ложечкой доставая не растаявший кусок сахара и думая о том, что в этом наздреватом кусочке есть что-то русское, весеннее, когда вот снег тает. Субтитры создавал DimaTorzok ها